Питаться от церкви впервые. Вот, это не не от себя, а защищать правду Божию. Это классическая история, а люди премия стал Антиох-Эпифан. Мы продолжим вот это наше путешествие, которое вчера началось, и сегодня мы начнем со сбалансированного подхода. Вы можете себе, в общем-то, и обозначить начало сегодняшней сессии, сбалансированный подход. Баланс, он нужен, в общем-то, нам во всем. Любая крайность, она нездоровая. Есть такое понятие реакционной теологии. Теология, она заставляет людей создавать какую-то правду в ответ на, каким кажется, неправду. И когда они очень сильно воюют с какой-то неправдой, они заходят в ту же самую крайность, только в обратную сторону. Это называется учение или теология, созданная реакционно. Это никогда не есть хорошо. Нужно всегда искать сбалансированный подход, потому что никакая крайность не является здоровой. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 16 стих. Здесь есть замечательные, любимые нам слова. Всегда радуйтесь. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья. В Мессии, Ишуа, духа не угошайте, пророчества не уничижайте. Все испытывайте, хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла. И сам же Бог мира, Он осветит вас во всей полноте. И ваш дух, и душа, и тело во всей целостности даст сохраняться без пороков пришествия Господа нашего, Ишуа Мессии. Итак, мы говорим о том, что мы находимся сейчас в том месте, где мы совершаем спасение ныне. Вспомним вчера. Был разговор о том, что есть тот аспект спасения в прошлом, который уже для нас. Вот он в прошлом, он произошел. Мы ожидаем, когда от присутствия греха будет избавлен весь мир. Это то спасение, которое произойдет при возвращении Ишуа. Но мы находимся в месте, для которых есть тот аспект спасения, в котором участвуем мы, и это есть процесс. И это есть процесс. И он, в основном, этот процесс, друзья, связан с восстановлением Личности, с исцелением души человека. Потому что к Богу не приходит ни одного совершенного человека. И когда мы смотрим на развитие верующего человека в общине, мы говорили о том, что дастся социальный круг, он очень важен, он необходим для совершения спасения этого. Я, да, я на слух, я сбилась. Мы находимся в месте, которое называется нынешнее спасение, и оно связано с восстановлением Личности, с тем, что идет работа над самим человеком. Когда приходят люди к Богу, у некоторых из них физические явные грехи и недуги. И нам очень легко о них судить. Очень легко о них судить. Когда человек пришел в вашу общину, предположим, с ампутированной конечностью, это очень легко видно. Ну и мы, опять же, смотря в каком мы там находимся, в духовном состоянии, иногда молимся, чтобы нога выросла. Никто не молился за конечность восстановлением. Люди, я пришла, мои родственники говорили, в 90-е я пришла в беззубую церковь. Постсоветское пространство, стоматология в ужасном состоянии, люди без денег пришли в церковь, все беззубов, вот такие, вот так вот улыбались. И мы узнали, что где-то там, в каких-то там странах, когда было излияние Духа Святого, пломбы появлялись. И мы прям вот очень хотели, чтобы что-то похожее произошло с нами. И я знаю людей, которые были свидетелями подобных чудес здесь. Но это не происходило массово с людьми по желанию. Нам таки пришлось обломаться в нашей вере и пойти к стоматологу в один день. С кем-то чудеса физически явные происходили, те, которые видны глазам людей, с кем для кого-то этого не происходило. Но нам очень легко советовать, как отремонтировать внешнюю поломку. Тут у нас все просто. Когда поломка связана с душой человека? Если поломка связана с душой человека, насколько это просто? Посоветовать, как ее лечить? Насколько это просто? Если внешний диагноз, внешнее заболевание, как говорится, налицо, то как вы можете сказать человеку, что ему делать, как ему исцеляться, если это поломка внутренняя? Мы иногда занимаем такую позицию, что чего не вижу, того нет. Или чего не помню, значит, того не было. Вот как-то так. Но проблема, она очень часто остается. Она нерешаемая. И я хочу сейчас вторую часть этого стиха о Фессалоникийцам еще раз озвучить, чтобы вы поняли, почему я его сейчас прочитала. Написано. «Все испытывайте хорошего, держитесь». Духовная реакция или духовное наше исследование вот этого предмета здесь с вами сегодня, это исследуйте это. не отвергайте сразу, просто исследуйте. Если вы найдете что-то доброе в этом, выбросьте все остальное, но хорошего держитесь. Понимаете? Но не все, к чему мы можем относиться, как к плохому, плохо на самом деле. Если мы себя ставим таким диагностиком, мы такой, знаете, супердиагноз можем взять. Это вот хорошо, это нехорошо. Это уже очень опасное место для человека, когда он думает, что он может всему дать оценку. Это очень опасно так думать. Поэтому Писание, оно говорит, что от зла что? Воздерживайтесь. Очень хорошо. Иногда ответить себе на вопрос, предмет о котором мы говорим, он действительно зло, ну к примеру, этот или любой другой, к примеру, если это зло, удаляйтесь от него. Удаляйтесь от него. Но исследуйте, если вы найдете что-то доброе, возьмите это для себя и хорошего держитесь. И Писание говорит, что сам же Бог, он осветит, и там сердцами нашими поработает. И я хочу, чтобы мы с вами сформулировали или пришли к одному пониманию, какая у душепопечения в общинах, в теле Мессии цель. Вот вчера были замечательные, важные замечания, и они очень похожи на те, которые я слышала, когда приезжала в прошлый раз. Приводит ли ко спасению душепопечения в теле Мессии? Приводит ли оно ко спасению? Я задам такой же вопрос. А приводит ли ко спасению то, что вы сейчас здесь находитесь? Если мы совершаем свое спасение, то все влияет на процесс. Как-то может влиять. Правда же? Как-то может влиять. Теологически мы не можем сказать посещение лекций в МДБА приводит ко спасению. Это глупо такое говорить. Но мы понимаем, что происходит какой-то очень такой глобальный процесс, в котором на нашу душу по-разному, с разных сторон, через разные инструменты влияет Бог. Я точно так же могу спросить, проповеди они людей спасают? Точно так же нет. Но это влияет на восстановление личности. Поэтому для того, чтобы отвечать себе на такой вопрос целесообразно, то или другое действие, всегда нужно понять, какая у него цель. У нас с этим всегда очень тяжело, в большей мере тяжело определять цели. Это не все могут, это нелегко. Иногда люди процесса могут загнать себя в действие, так и не понимая, что-то совершенно бесцельное, какое-то активное, вот такое вот. Активная какая-то работа, активное служение. Они что-то делают, им кажется, что они сделали что-то хорошо, но это бесцельно, они ничего не достигли. Почему так часто происходит? Почему? Потому что цели ставить не так-то легко. Всегда нужно спросить, какая цель у какого-то вида служения, какая цель у души попечения? Какая же цель у души попечения? Это не дает путевку в рай ни в коем случае. Как и в прошлый раз был разговор о том, растет ли церковь от наставничества. Качество растет от наставничества, а не количество растет. Цель другая, совершенно другая. Если путать цели, если думать, что от наставничества количественно вырастает церковь, значит, что вы делаете? Вы очень хотите вырастить свою общину. Вы говорите, я буду делать только то, что принесет мне количественную прибыль. Наставничество дает прибыль? Нет, я этим заниматься не буду. И это уже ошибка очень серьезная, потому что тело Мессии, оно очень, в нем многоразличная благодать действует. Бог, он вообще очень многогранный. Нельзя на чем-то одном циклиться, думать, что это панацея, и все, вот вы сейчас это сделаете, и все. И в шоколаде. Что дает душепопечение? Какая у него цель? Это помогает человеку, это помощь, это помогает человеку, который хочет осуществлять, совершать свое спасение. это служение душепопечения, помогает исправлять вот эту поломку, о которой мы вчера говорили. Помните, в результате неправильного выбора Адама произошла поломка, все было нарушено, и Адам был разрушен, как личность. И так, это помогает человеку, желающему совершать свое спасение, исправлять поломку. Я напомнила, введение в предмет, о какой поломке идет речь. И так, это помощь людям в исцелении внутреннего человека. Это помощь людям в исцелении внутреннего человека. Душепопечение — это служение в теле, которое направлено непосредственно на помощь самому человеку. Это не доктрины, это не евангелизация, это не богословие, хотя душепопечитель во всем этом должен быть наставлен, должен разбираться. Это служение человеку в его душевных нуждах. Вот что такое служение душепопечения. Сегодня очень важно сделать этот сбалансированный такой баланс, сбалансированный подход выработать. Душепопечение, оно отвечает на вопрос «что?». Это, я считаю, что это очень два важных вопроса, которые всегда нужно для себя задавать. На вопрос «что?» вы найдете массу статей в интернете, книг. Они все говорят, что надо делать. Вы должны быть такой, как Тимофей. вы должны в кротости наставлять, вы должны в любви сеять, вы должны там иметь такой характер, вы должны... Вот такие большие списки, которые вам говорят, что вы должны. Но как только вы спросите, как этого добиться, вы очень мало найдете материалов, если найдете вообще. таким образом мы напичканы лозунгами, и мы их можем очень красиво повторить друг другу. Понимаете? Но когда написано «гневаясь, не согрешайте», а это отвечает на вопрос «что?». Я хочу спросить, не согрешайте, как гнев может согрешать, в каком виде это может выражаться. Сам гнев в человеке – это грех или не грех? Есть ли у него мера такая или такая? И что делать самому человеку, который научился, гневаясь внешне, не согрешать, а сам разрушается катастрофически от неуправляемых процессов в своей душе? И ничего с этим сделать не может. Он научился внешне не выражать свой гнев, он научился убегать, он научился закрывать за собой двери, когда он в гневе, он нашел какие-то средства, механизмы. Но в его-то душе по какой-то причине гнев остается разрушающей силой его как Личности, да, он не наносит вреда, возможно, другим, но что происходит с ним? Душа попечения отвечает на вопрос, как? Что делать? Разбирая очень часто шаг за шагом состояние этого человека, это помощь, которая помогает самому человеку. Она не пилит эта помощь его, ты не должен согрешать, ты не должен так говорить, ты не должен, ты не должен. Что ему делать, когда он живет с этим внутри? Душа попечения это забота о душе, это служение человеку. Я добавила одно слово сюда, профессиональная душа попечения это профессиональная забота о душе человеку. И если вы желаете иметь первое, то есть давайте сейчас так вот представим, что вы бы хотели, чтобы это было в вашей домашней группе или в вашей общине. Вы хотели бы, чтобы у вас была вот эта душепопечительская какая-то система, работа в общине. Если вы хотите просто ее, то возможно, возможно, вот сейчас услышьте меня, вам достаточно наставников. Кто такой наставник? Потому что я это разделяю. Кто такой наставник? Наставник, он учит Библии, он берет подопечного, и он обучает его основам веры, что такое покаяние, как гневаясь, не согрешать, к примеру. он учит человека, проводя по каким-то станциям новообращенного. Он приводит его к какому-то результату, к твеле, потом в служение. Он является его наставником, и это действительно тоже нужно уметь, это высокое служение, считай, отцовское. Но когда речь идет о ремонте души или о профессиональном ремонте души, я бы отделяла этот вид деятельности, потому что он требует другого подхода. Его специфика этой деятельности отличается. Я сейчас скажу, как этот профессионализм, профессиональная душа по печени, где его взять, как его получить, и нужно ли оно вообще. Возможно, в какой-то культуре и не нужно. Возможно, наставники настолько высокодуховные люди, что вот этого прохождения библейских уроков один на один достаточно. Возможно. Но я тоже так думала до определенного времени. пока я не обнаружила в своем окружении огромное количество людей к моему, не то чтобы удивлению, это даже не то слово, которые страдали от тех видов поломок, которые внутри. И я их не понимала и не видела. и я поняла, что этим людям бесполезно помочь. Вот они кажутся недуховными, они кажутся неверными, немалящимися, там, непостящимися, но куча всего вот внешне. Духовный человек думает, что он судит обо всем, на самом деле это не духовность не понимать внутреннего состояния внешне по поведению человека, не понимая природы этого поведения, делать вот такие вот умозаключения. И в один день я поменяла свое мнение, потому что Бог открыл мне действительно, что за завесой человеческой жизни находится многое того, чего не видят наши глаза. И когда мы говорим о профессионализме, что все понимаем? Мы все понимаем, что речь идет о определенном мастерстве. Как получить мастерство, друзья? Как получить мастерство? Опять же, давайте приведем к каким-то профессиям. Стоматолог. Вот представляете, если человек приходит и говорит, у меня дар стоматолога. у меня Бог мне открыл дар стоматолога. Вот. Я сомневаюсь, что вы туда пойдете. Как-то ненадежно как-то звучит. Мастерство, мастерство, оно нет, от рождения ни у кого нет никакого мастерства. Даже если у человека природный дар доктора, то ему ох, как много нужно научиться техническим моментом. Я пересматривала школу, которой когда-то училась, школа пророческая. Меня очень сильно удивило, когда я в нее, я поехала, у Джона Пола Джексона училась. Я очень сильно удивилась. Для меня это было супер открытие, потому что на его уроках то, с чего началось, это была тропология, это изучали человека, его характер, где дух, где характер, где плоть. Вот так разбирали его по косточкам, рассказали о работе мозга. Это пророческая школа Джона Пола Джексона. Что, какая цель была? Цель была разделить в сознании желающих идти в этом направлении дальше, разделить человеческое от Божьего, чтобы служитель понимал, где лично его прет, извините, а где Бог ему говорит. Да, и он провел нас через такое ретикулярно активирующая система. О, что это такое? Это такое самонаводящее устройство в мышлении человека, мы сначала проходили вот эту часть человеческую, а потом пришли к Божьему. И никто нас сразу по пророчествам никуда не повел, пока мы не прошли вот эту часть. Так вот, мастерство. Давайте посмотрим в Писании, что Библия говорит о том, как люди в Писании, учителя, служители в теле миссии, как они получают свое мастерство. Во-первых, это происходит через обучение. Деяние 20-е 31-е. Стих. Поэтому будьте бдительны и помните, что целых три года непрестанно днем и ночью со слезами я наставлял каждого из вас. Я прошу прощения, каждого из вас три года днем и ночью. Павел Павел наставлял. Видите, что он делал с ними? И мы здесь начинаем фантазировать. Чему учил? Ведь не написано, что он три года делал в этой общине. Деяние 20-е глава 31-й стих. Он говорит, я с вами был три года непрестанно работая с вами как с людьми днем и ночью. Есть таких много мест в Писании, где мы не понимаем ответа на вопрос как мы знаем, что там было? Вот что он учил? А как? Чему? Как часто? В группах? Один на один? Ночью, днем? Как это было? Мы об этом не знаем. Якова 3, 1. Братья мои, немногие делаете с учителями, зная, что мы подвергаемся большему осуждению. Яков говорит о том, что есть определенная позиция учителя, в которую не всем нужно приходить. Потому что это очень ответственное место. Якова 3, 1. Опять же мы можем с вами рассуждать, почему он так говорит. Это уже длительный процесс размышлений, но вот что написано. Это нужно делать не всем. Римлянам 12, глава 4, стихи мы сделаем разбор там на греческий посмотрим. Римлянам 12, с 4 по 8 прочитаю. Как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так и мы, 5 стих, многие составляем одно тело в Мессии, а порознь один для другого члены. и как по данной мне благодати имеем различные дарования, то есть, имеешь ли пророчество, пророчество по мере веры, имеешь ли служение, пребывая в служении, учитель ли в учении, увещатель ли увещевай, раздаватель ли раздавай в простоте, начальник начальству с усердием, благотворитель, благотворитель, в радуши, если разобрать, это не весь перечень видов служений в теле, но вот если разобрать даже хотя бы этот, это очень противоречивые, не похожие друг на друга функции в теле, и то, к чему призывает Павел, Павел призывает к уважению, Павел призывает к уважению той деятельности, которая тебе непонятна. Что мы думаем? Что мы думаем? Раздаватели склонны думать, что они творят благотворительность и делают самое главное дело на земле. Не то, что эти начальствующие. Начальствующие могут думать, что если бы не они, тут бы вообще ничего бы не было, тут был бы хаос сумасшедший какой-то. Каждый может увидеть в своей деятельности то самое главное, самое важное служение. Мой муж сейчас пишет работу по теме исцеления и бесы, изгнания бесов, в общем, что-то исцеление, изгнание бесов, служение ишуа. Вот такую работу он пишет, и он говорит, а у меня большая библиотека, и она там с 90-х собирается, и по этой теме очень мало литературы академической, но у меня насобиралось там, четок насобиралось, и мы начали пересматривать. И вот попалась мне литература одного очень известного автора, я не буду его называть, в свое время он был известен, так вот он пишет, что развлечение бесов это самое главное служение в теле Христовом. И он считает, что когда написано, что покажу вам путь превосходнейший, мы знаем, что это вроде как про любовь говорится, он считает, что это превосходнейший путь, это изгонять демонов и освобождать людей от тьмы. Он находился в то время своего служения, когда изгнание и экзорцизм были настолько популярны, что люди, которые в этом двигались, они видели, что это самое главное, что и он, вот эта книга, он обосновывает, он аргументирует свое заявление, он говорит, что главная миссия Ишоа была прийти и принести свет и изгнать тьму. Изгнать тьму это изгнать демонов из жизни людей, чтобы их изгнать, значит, надо их различать, чтобы их различать, надо иметь дар, поэтому он самый главный все, точка. Ну, вот это короткое резюме все книги. Он так думал, но он так думал, и все, вот так ему казалось, что это самое главное. И вот кто-нибудь скажет, кто такой увещатель, который вот если ты увещатель, то увещевает. Шо сэе? Вдохновитель. Тот, который предупреждает. Гречески давайте посмотрим. Увещание, увещеватель. Тот, который призывает, убеждает, увещевает, уговаривает. Это самое близкое употребление этого слова. Следующее. Настойчиво просит, умоляет, упрашивает. Утешает, ободряет, дает надежду, моральную поддержку в часть печали или скорби. Но как по мне, так это что-то между душепопечителем и наставником. Очень похоже здесь вот ну такой перечень того, что ожидается от этого человека. И у нас написано увещатель или увещевай, а оригинал вот это слово второе не увещевай, а утешай. Если ты увещатель, если у тебя есть такой дар, тогда утешай, приноси в жизнь человека что, обличение? Утешение, лечение души приноси. ну, мне, опять же, я вот высказываю, где, да, где Библия, говорит, я так думаю, что это очень близко или показывает, характеризует этот вид деятельности. Если у тебя есть такой дар, то делай вот эту работу, утешай, не к покаянию приводи, знаете, вот как-то, да, вот, утешай, успокаивай, это слово переводится как успокаивай, утешай и приноси ободрение в жизнь этого человека. Плачет и сплачет да? да? Итак, как получить это мастерство душепопечителя, как и мастерство в любом другом деле? Первое это обучение. Теоретические знания необходимы, но их недостаточно. Теоретик это не практик. Теоретик может быть совершенно бесполезным, зазнайкой. Иногда люди в практике приобретают колоссальный опыт и знания, которые теоретически могут, может, не могут кому-то передать, но лучше им доверить там свою жизнь, чем теоретику, который знает все. Дальше вторая составляющая необходимая для мастерства это опыт, это практика. Евреям 5 глава 14 стих. Твердая же пища свойственна совершенным или людям, которые уже утвердились. В нашем понятии совершенных не существует. То есть усовершенствованных, которые там сформировались уже. Вот так. Итак, твердая же пища свойственна сформировавшимся людям, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Что это? Ну, во-первых, речь не идет о младенцах. Речь идет о какой-то твердой пище, о знаниях, о практическом делении опытом, да, и это то, что люди могут передавать как свои навыки. Пастера очень часто, когда встречают, они спрашивают, они не говорят, покажи, где в Библии написано, они знают, что там написано, а когда они встречаются друг с другом, он говорит, расскажи ты, как ты справляешься вот с этой проблемой. Вы поняли? У них нету недостатков знания Библии, но они приходят и говорят, мне нужен твой практический опыт, поделись своим опытом. Как вы справляетесь с такой проблемой, что вы делали? И иногда они честно говорят, у нас не получилось. или там мы вышли из ситуации вот таким вот образом. И это очень важная часть, составляющая вот для уровня мастерства. Чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Это опыт, друзья, это практика. Поэтому о доктринах можно спорить бесконечно. Это вообще такой никуда не приводящий разговор. Но если вы не видите нужду в духовном влечении людей, если вы не видите такой нужды, тогда вот этот предмет совершенно бесполезен, он не нужен. Даже я бы сказала может раздражать. Вот. Если вы имеете склонность в том, вас вопросы мучают, как помочь этому человеку, почему он возвращается постоянно к одному и тому же, что как ему помочь, как этого человека допустим там вытащить из места в котором он находится, что еще сделать. Если вы мучаетесь такими вопросами не идеи ради, а потому что вас беспокоят люди, которым вы хотите и не знаете как помочь, тогда вам этот предмет нужен. тогда вам этот предмет нужен. Итак, следующий пункт, как практически осуществляется вот это служение душепопечителей, как практически оно работает. Во-первых, это могут быть первые, это частные встречи, частные встречи. Я дам немного, шесть пунктов, как бы похожих на правила что ли к этим частным встречам. Как практически осуществляется служение душепопечителей. Во-первых, это частные встречи, ну или во-вторых, не знаю, частные встречи. Во-первых, они должны происходить не более одного часа. И знаете, как вот человек сидит целый час, вдруг начал говорить только через час. Думаешь, ну как останавливать? Вот надо останавливать встречу и договориться о следующей. У меня нет возможности, честно говоря, абсолютных каких-то там высоких знаний, чтобы вам объяснить, почему так надо. Здесь я доверяю тем, кто имеет в этом опыт. Вот и все. Я это правило нарушала часто. И ничего хорошего с этого не было. Человека раскачиваешь на разговор, он только через час только начинает типа по времени надо уходить. Надо взять и уйти. А как же, может только начали, как же. Ничем это не помогало вообще. Вообще. Человек, что, если вы вовремя заканчиваете встречу, а он не начал говорить, когда он приходит в следующий раз, он подготавливается, всю неделю думает, как прийти в следующий раз и как повести этот разговор, понимаете? И возможно первая встреча, вот эта глухонемая встреча на протяжении первого часа, она нужна была для того, чтобы он вообще взял себя в руки и просто приготовился и понял, как он себя будет вести в дальнейшем. И это нужно было, просто часто молчать. Один просто рассказывал, что к нему приходила женщина, очень много встреч и просто плакала. Вот так вот придет, молчит, молчит, потом начинает реветь, уходит, за нее помолится, уходит, через неделю опять приходит, плачет, уходит. Это было очень-очень долго. И он, ну, знаете, это как я себе представляю его состояние. Что делать? Ну, не знаю, может, у вас всегда прям вот такое слышание, прям. А он сидел, он баптист, кстати, он сидел, и вот он не знал, что делать. И вот в одной встрече, он рассказывает, у него была, я думаю, что это инспирация такая, вот побуждение сильное от Святого Духа. Он встал перед ней на колени и начал молиться и просить у нее прощения от лица тех, кто обижали ее. И вот с этого момента эта женщина пошла на общение, конструктивный разговор о себе. И вот здесь нужно вождение Духом Святым. Ну, то есть не надо бояться, что ой, надо же за час мы тут откровения не получили. Вот здесь как раз друзья, кто-то думает, а, какой в этом смысл? Вот здесь как раз Душепопечитель очень должен быть послужен Святому Духу. И не лезть, и собой не закрывать Бога. И не спасать человека, которого он спасти вообще не может. Как это может быть час, песочные часы, что угодно, человек. он должен изначально знать, что у вас время заканчивается через 55 минут, и он должен видеть, когда оно заканчивается. Это первое правило. Второе правило. Ваши встречи с этим человеком имеют начало и конец. Что это значит? Вы договариваетесь, предположим, на 10 встреч, и человек, когда начинает с вами это путешествие 10 встреч, предположим, то он должен знать, как они закончатся и что будет дальше. Это важно. Почему? Потому что когда человек начинает это общение откровенное, он не знает, как вы будете относиться к нему после того, как вы что-то о нем больше узнаете, например. Или может после того, как вы о нем больше узнаете, вы его обяжете к какому-то другому виду жизни, к какой-то деятельности, он должен понимать тот вид безопасности, который ждет его после окончания этих встреч. Это нужно обговаривать. Один пастор, он говорил о том, что когда он вступает в эту роль душепопечителя, то люди знают, что когда проводится эта черта, все, мы больше не встречаемся, мы заканчиваем наши встречи, он не является больше душепопечителем за пределами этой последней встречи, это должна быть очень вот такая вот проведенная черта, которая говорит, все, я больше не несу роль душепопечителя. Это очень важно, потому что можете записать фильм «А как же Билл?» «А как же Билл?» «А как же Билл?» Можете посмотреть на эту тему кино. Там не о пасторе, не о церкви. Вот. Там о пациенте одном замечательном. Такая она комедия. Должна быть проведена черта. Третье правило, это должно быть понятно вначале, и третье правило, взаимная подотчетность. Когда вы начинаете с человеком это путешествие, ну, вам нужно договариваться, и предположим, опять же, это в качестве вопроса, вы не ставите этому человеку ультиматум, вы спрашиваете, ты готов будешь среди недели выполнять какие-то поручения или там домашние задания, которые тебе будут давать. Это очень важно согласовать изначально. Человек, если не готов на это, не надо на него давить и заставлять. То есть люди в это путешествие начинают в очень разном состоянии. Не все могут вообще, вообще что-то пообещать не все могут. Четвертое, границы, защищающие не только подопечного, но и самого душепопечителя. То есть это границы, которые защищают личную жизнь. Я знаю людей, которые в общине под вот этим лозунгом стал всем для всех, начинают служить людям бескорыстно, жертвенно. Как правило, попадаются на эту удочку честные, жертвенные, человеколюбящие люди и любящие Бога. Вот они становятся жертвы очень часто. Когда они начинают служить другим, то человек, нуждающийся в помощи, вдруг становится частью их семьи. И семья синяя вообще, потому что они, этого подопечного, не собирались делать частью своей семьи. Нарушены границы личной жизни. Теперь служитель постоянно возится с каким-то другим человеком в ущерб отношений в семье. И это происходит, потому что нет границ. Упрекнуть, ну, сказать, что не там, не делай так, не разрешай заходить на твою территорию. Ну, а как же жертва? А как же, да? А как же вот любовь? Границы должны быть, они должны заключаться в том, где и как часто происходят встречи. Границы должны быть в договоренности о том, как часто человек может вам звонить и в какое время суток. Если вы не сталкивались с такой работой, может, вам это кажется все какой-то глупостью. Мне звонили в 4 утра неоднократно, в 3, в 4. Там, когда ты просыпаешься от какого-то звонка, истерического крика в телефон, кто-то какие-то крики, ты хватаешь милицию, хватаешь такси, прижар, человека просто истерика была, но, 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 кто-то напился, звонит с пастором пообщаться. У меня есть один друг, я сказала, если ты еще раз мне позвонишь, я к тебе приеду в гости, понял? Обычно он в час ночи хочет разговаривать. У него, он очень скованный, но, когда он выпивает, у него появляется невероятная свобода и тяга к общению. Вот, поэтому теперь общается только мой муж. Но я каждый раз тоже слышу эти звонки, знаете ли, и он говорит, как дела, Саня, я тебя уважаю. Вот, я тебя зауважал. Вот, примерно такой разговор. Ну, у меня муж очень мягкий, терпеливый человек, но он, ну, у меня не такой характер. Вот, я быстрее взрываюсь, он еще пока терпит. Я потерпела полтора года, потом сказала, еще раз звонишь, я сажусь и еду знакомиться с твоей мамой, с твоим папой, со всеми близкими и родными, которые живут в твоем доме. Он как-то понял, звонить перестал. Почему-то вот это, другие средства и методы вообще не помогают. когда я просила не звонить. Я была очень решительно настроена так сделать и он как-то понял, что так и будет. Вот. Поэтому в жертву себя принес Ешуа. И я не думаю, что люди должны приносить свои жизни в жертву другим жизням. Это не плода, это не имеет плода, вот что я хочу сказать. это не имеет плода, потому что люди должны искать Господа, а не другого человека, на котором будут ездить. Наша задача людей привести к исцелению Господу, а не заменить Господа собой в их жизни. А как мы можем помять или чувствовать вот эти границы? Научиться нужно, друзья, никак. Практика. Вот так вот попадешься раз в 50 на таких звонящих в 3 утра и четко поймешь, что хватит. Иногда есть люди, которые просто слушаются правил, не на собственной шкуре учатся. Перерыв. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова